Помочь перезимовать. В Запорожье спасают диких птиц, которые зимуют в заповедной зоне на острове Хортица. Зоологи утверждают, птицы холодов не боятся, но искать корм под снегом не умеют, поэтому люди ставят в лесу кормушки. Вкусный обед для птиц и польза от прогулки для собственного здоровья. Более трех десятков запорожцев, несмотря на мороз и снег, пришли на остров Хортица, чтобы оставить угощение для диких птиц. Сойки, синицы и снегири. Для них заботливые жители развесили на деревьях более полусотни самодельных кормушек. Отрезали низ тыквы, оставили мякоти, семечки, добавили сюда сыры из семечки подсолнуха, овсянку и использовали натуральную нить. Ее птицы потом заберут для строительства гнезд. Все съедят. Из пластиковых бутылок делали кормушки прямо в лесу. Более сложные мастерили дома заранее. Бункерная кормушка из двух бутылок собрана. Автоматически будет зерно постоянно поступать. Когда они будут его съедать, оно будет подсыпаться, подсыпаться. Сделали одну. А так можем приезжать, конечно, почаще и сами без компании какой-либо развешивать. Олеся Кулик собирает горожан на кормление птиц четвертый год подряд. Говорит, погостить на Хортице прилетает все больше пернатых. Здесь есть голуби, как горлицы, дикие голуби, так и городские голуби. Здесь у нас есть синички, лазорики, здесь у нас есть снегири, из тех, которые люди в основном знают. На самом деле здесь больше двухсот видов птиц. У нас погибают сотни тысяч птиц, когда находится такой вот у нас мороз. Особенно, если посчитать, что у нас большой плюс, плюс-плюс, а потом резко мороз и большое количество снега. Птицы просто не справляются, птицы погибают. Спасение птиц уже превратилось в хорошую традицию. И все больше людей приобщается к этому благому делу. Олесью это радует. Говорит, шансов выжить в зимнюю стужу у птиц становится больше. Константин Устюжин, Мария Александрова, Запорожье, UATV.